всем большой при большой привет вы перед собой видите некий набор продуктов а готовить мы будем испанское блюдо соломия конне сальса де кесо асур то есть означает это все вот это вот такое длинное красивое название филейные куски свинины вот они в такой упаковке здесь продаются перевернусь видно было их суть вот есть и кстати говяжий соломия со спиной части животного вот в общем мы их будем готовить в соусе сделанном из сливок и а самая главная самая суть и самая соль этого блюда это вот сыр ракфор французский здесь они называют его рукафор испанцы вот такая вот пиндерка маленькая видите 130 грамм она стоит 362 или что-то такое вот чеки если посмотреть как видите это голубой сыр так называемый или сыр с плесенью на вкус он вкусный их существует множество всяких видов но вот этот именно рукафор считается подходящим для приготовления данного блюда если вы разжились таким сыром каким-то образом кто-то приехал из европы или вы сами привезли и не знаете теперь что такое приготовить а так просто есть скучно ну вот как раз это блюдо для вас если вы вдруг не разжились этим сыром кстати вполне подойдут грибы но я покажу в классическом так сказать испанском варианте поэтому мы будем готовить вот с этим сыром нам потребуется лук как вы увидите вообще рецептов этого блюда соломея вот этого в этом самом соусе ракфор существует очень большое множество там в пиве там и с вином там и в общем много-много чего с различными ингредиентами у нас это будет если так просто совсем сказать жареное обжаренное потом мясо потом тушеное в этом соусе и подается это с разными гарнирами испанцы едят это с потата права то есть картошка сначала от вареная слегка до полуготовности а потом в печке еще доведенная того но в общем до готовности обжаренная можно пожарить просто картошку можно с крупами можно там кто любит макароны и не любитель в общем начинаем как я сейчас отделю вот эти два кусочка один уберу до следующего раза вот получается на каждой по луковке и в общем приступаю и так вот уже мясо подготовлено к нарезке как же мы его режем так я вот этот вложу сейчас на этом покажу очень режем на вот такие вот кусочки дело в том что испанцы любят мясо жаре так бросил на такую парус плоскую сковородку планча называется но кто были в испании видели с одной стороны схватилась перевернули на другую схватилась и сразу вытаскивать но мы обжать обжарим но мы еще потом в соусе как бы сказать доведем до ума потому что не в нашей традиции есть мясо с кровью тем более это свинья на значит вот такие как вы видите я режу так вот она будет выглядеть некоторые режут мясо вот это вот эти соломея вдоль не поперек вот так как я а режут вдоль то есть берут вот так вот режут то есть даже рецепты я смотрела который полностью целая это соломею там обрабатывает мы будем делать так чтобы она все прожарилась проварилась но и не переварилась в то же время вот конечно вы можете посмотреть как готовят это все профессионалы они это знают доскональнейшим образом но они разговаривают по-испански вы знаете испанский язык конечно вы вполне можете этим воспользоваться этими видео ну я покажу в общем как делаю я я один раз готовил это блюдо мне понравилось вот и второй раз мы так решили побаловаться этим вот блюдо достаточно калорийное поэтому на ночь есть не рекомендую конечно если вы потом идете танцевать на дискотеку то нужно можно так поесть в обед чтобы продолжить активную деятельность течение вашего рабочего дня или активно не активного отдыха вот особенно допустим вот как сейчас зимой это блюдо подойдет потому что как я говорю достаточно сытная и еще и если принять в расчет гарнир которую вы там будете использовать то ли это будет картошка жареная то ли это будет какая-то крупа можно гречка можно и что-то еще вот поэтому там уже на ваше усмотрение ну вот я порезала мясо теперь я приступаю к его обжарке вот лук я буду как бы но некоторые я посмотрела по рецепту его прямо в соус добавляет а некоторые в мясо а затем она очень короче я в соус добавлять не буду буду добавлять его в мясо в общем рекомендации испанцев его на оливковом масле но поскольку верхний экстра но поскольку она как-то не очень даже зажарки рекомендуется я буду делать следующим образом я его добавлю вот это вот верхний экстра я его добавлю в соус но жарить я буду на рафинированном масле на подсолнечном то поверьте тоже будет хорошо потому что вот это масло она для жарки не рекомендуется а почему не рекомендуется если кто не знал то масло первого отжима как бы не очищены быстро на под воздействием огня образуют канцерогены ну а нам они как вы понимаете не нужны зачем нам то что может вызвать онкологическое заболевание совершенно поэтому я использую и почему они еще видимо оливковое масло испанцы используют потому что они жарят как я уже говорила бац бац лишь бы схватилась а у нас как бы не в традиции нас из крови есть конечно какие проблемы в общем кладу на сковородку я так уже как-то готовности до сухости жарить буду кстати что интересно если вы испанском ресторане попросите вам дожарить нас то они его дожарят а если мне попросите принесут солью если вы будете готовить по-разному как я уже говорила там и сирии и вене и очень много рецептов существует вот сейчас она получается скромно потому что они вот так вот минимально как-то дожарит поэтому надо просить чтобы дожарили не попросите если вы попросите дожарить некоторые блюда получаются не пушить какие-то не дожаривать в общем конкретно мы не будем делать чтобы оно было приятное и вот в одном рецепте я это высмотрела до полу готовности пожарил а потом вот в этом соусе довел до ума что интересно они его солят сразу ну видимо потому что мало жарят но я сделаю я его сначала обжарю потом вытащу из сковородки и посолю а потом уже в соусе оно уже дойдет потому что если сыр соленый потом по мере надобности если на пробу выйдет он не солоно значит посолю покажу как это сидело жарится и так вот и так вот схватилась сейчас еще парочку раз переверну и кусочки достаточно такие небольшие они в принципе прожарятся и добавлю розмарин вот я могу конечно добавить по нашему какие-то смесь перцев как мы привыкли там смели-самели или еще что то ну чтоб совсем было по испански это будет розмарин а затем я в сковородке в этом же масле обжарю лук ну вот попробую попыталась его мелко порезать не мелко резать это не мой конек ладно короче вытаскиваю мясо солю и розмариню я посолила и поразмаринила свое мясо обжаренное наверное испанцы будут этой стадии сказали есть можно они вообще делают выкладывают вот так вот обжаренное мясо и поливают соусом брака форму некоторые готовят дополнительно его в соусе то есть как бы нечто вроде гуляша такого своего образа здесь у меня обжаривается лук я думаю его потом как бы отдельно положить какую-то посуду и потом в блюдо добавлять отдельно я так думаю хотя сейчас посмотрю вот не хотелось его в соус вмешивать ну ладно поглядите сейчас в любом случае когда он обжарится мой лук я его вместе с оставшимся маслом вот этим которым я жарила с мяса теперь жарится лук вытащу тарелку сложу и сковородка останется честным теперь его же я туда налью оливковое масло и на нем буду готовить вот этот самый соус соус лукафор сейчас обжарится лук приступлю мясо сейчас текстуру вам покажу такое я постаралась сделать и не резиновым вот такое оно обжаренное но как бы сказать наверное еще не какие-то там элементы непрожаренности наверное сохранились посолено это вот здесь в этой посуде пахнет уже хорошо просто начнут двигаться на запах ну ладно в общем жарю лук а затем делаем соус и так сковородка я надеюсь что вам все видно и приступаем к жарке на этот раз я беру оливковое масло как именно рекомендуется в рецептах верхин экстра то есть первого отжима вот затем я беру сливки здесь их 500 грамм 18 процентные специально для кухни как бы вот такие газ пока самый минимум сделаю вот я добавлю ну наверное грамм 300 где то вот так вообще чем больше у вас сыра в вашем соусе тем он будет естественно насыщеннее чем сыра меньше тем как бы даже вот в общем прилично добавила даже грамм 300 даже 400 чуть-чуть оставила у меня мясо вообще много в рецепте в среднем на 250 грамм сливок 100 грамм сыра у меня 130 грамм сыра поэтому сливок у меня побольше так теперь я беру ложку немножко чуть-чуть газ больше делаю сливки чтобы элементарно закипели вот на этой стадии нужно не дожидаться пока произойдет кипение смотри с маслом смешалось вот такой структуру имеет я сейчас вскрываю сыр и кладу туда у меня будет соус насыщенный иногда в этот соус добавляют сливочное масло там я же говорила очень много разных рецептов я думаю что этого не нужно делать потому что сыр так достаточно жирный если я еще туда бухну сливочного масла то это получится ну смотрите он вот так вот кусочками как бы рассыпается но это нормально вот этими кусочками то есть его резать не обязательно вот так кусочками кладете он сам тут раз насыпается распределяется и так далее сделаю такой понасыщеннее соус кстати сыр этот очень легко при нагревании в этом соусе превращается в его составляющую запах у него такой знаете острый специфический если у кого-то конечно какие-то проблемы с желудком то его нельзя будет употреблять но в принципе это даже полезный сыр он имеет молочно-кислые бактерии которые положительно влияют на организм на вкус как бы сказать описать его кисловата прямо соленый вот у меня уже сливки закипели я уменьшаю огонь чтобы у меня сыр тут расплавился и все время надо помешивать вот вот и уже он расплавляется уже и когда соус ваш станет однородным вы можете его уже применять дело то есть поливать мясо в тарелке уже мы с вами приняли решение в этом самом соусе мясо еще как бы немножко подтушить кстати как рекомендуется в испанских рецептах если у вас соус получился слишком густой добавьте еще сливок или молока у меня вы помните там осталось немного я так чувствую что придется все добавить потому что я так понимаю я так не специалист в этом плане добавлю все раз на раз не приходится что эти сыры наверное как ну в зависимости от партии как бы ну производителя или так далее они наверное бывают когда там гуще более более концентрированные наверное потом бывают как бы сказать по своей текстуре менее концентрированные соус должен быть достаточно жидкий ну не то чтобы вода прямо знаете так вот в принципе меня поняли но не сметана он должен литься а не такими знаете каплями тяжелыми падать так сыр уже растворился вот это подбавила сливок теперь я сделаю следующее вот вы видите какой соус получается да вот и сейчас я сюда буду добавлять мясо чтобы оно было ну как бы сказать тушеным вот сейчас я чтобы не ляпнуть вот так не брызнуть во все стороны я аккуратненько вот так его частями добавлю сливок и буквально в рецепте также сказано минут так пять-семь все потушится при закрытой крышке я сейчас сначала сделаю газ побольше а потом когда это дело закипит уменьшу газ минут пять потушу и уже я кстати проверила мясо в принципе уже готово но внутри как бы знаете нам же боязно если вам не страшно пожалуйста то можете уже на этой стадии его кушать спокойно и в тарелке соусом поливать сверху ваши соломи и я сделаю вот таким образом так уже кипела оно будет пропитано этим соусом запах я вам скажу очень и очень приятный вот закрываю теперь крышкой газ на минимум самый минимум самый малый вперед вот а лук у меня смотрите я его сложила в тарелку и когда он жарился уже дожаривался я его посолила и прованскими травами сдобрила запах пошел прекрасный и я буду отдельно то есть я положу гарнир положу там лук жареный и положу мясо в соусе то есть таким образом сервирую свое блюдо пиры готовы картошка пюре у меня есть макароны поэтому я новое ничего готовить не буду уже на готовом этом все блюде сделали так ну вот процесс совершается вот таким образом пожалуйста такого знаете молочно-золотистого скажем так все цвета как бы белая но не совсем и вот так мясо все вот это во всем деле протушивается в общем ждем пять минут и накрываем на стол я имею ввиду так я только что выключила вот готово и запах разносится я вам скажу вполне себе деликатесный ресторанный все можно накладывать в тарелку сервировать и подавать к столу вот пожалуйста блюдо готово сервировано в моем случае это макароны но есть еще гарнир картошка пюре вот смотрите как соус вот здесь расположен по мясу и по блюду жареный лук вы можете какие-то свои варианты придумать и как я уже сказала вместо этого дорогущего сыра добавить грибы только их надо будет мелко-мелко-мелко и измельчить и получится тоже вполне симпатично шикарно но вот если есть у вас сыр рокафор сыр с плесенью именно этот сыр если нет какой-нибудь попробуйте приготовить это блюдо и я уверена вам понравится всем спасибо за внимание приятного аппетита пока увидимся на моем канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч